При домовой территории лицо не только хозяина участка, но и общий облик улицы. Заросших травой оград и кучи строительного мусора возле домов быть не должно. Согласно законодательству Тамбовской области, нарушение благоустройства территории наказывается штрафами. Следят за соблюдением закона административные комиссии. В Расказовском районе накануне прошел рейд совместно с сотрудниками полиции, госпожнадзора и административными работниками, которые объясняли жителям села Верхнеспаское, что такое идеальный порядок. В связи с тем, что вы еще ни разу нас не предупреждались, мы вам сейчас выпишем предупреждение, укажем срок, вы должны будете все это устранить. Вам понятно? Ну у нас вот забора, не на что его делать. Сейчас мы спили, он упадет. Разговор идем на заборе, хотя бы кусты, кустарник удалите. В большинстве своем на первый раз хозяев при домовой территории прощают. Выписывают предупреждение и объясняют, что наличие сухих веток и зарослей – это не только небрежный и неэстетичный вид. Он показывает отношение хозяина к чистоте в целом, а также создает условия для возгорания. Мусор, ветки и сухие листья – все это только усугубит мгновенное распространение огня. Предупреждение обязывает владельца дома и участка привести территорию в надлежащий вид, иначе в следующий раз одними словами не обойдется. За данные правила у нас есть санкции, которые предусмотрены в законе Тамбовской области об административных правонарушении. Санкции там у нас или предупреждение на первый раз, или штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей, который распространяется на граждан. На юрлиц – от 10 до 100 тысяч рублей. Подобные рейды пройдут по всем сельсоветам Рассказовского района. Все случаи будут рассмотрены на административной комиссии и в обязательном порядке всех нарушителей проверят повторно, чтобы убедиться, что территория убрана и благоустроена. Продолжение следует...